Судно Академик Ломоносов Энергоблока, береговых сооружений для передачи электрической и тепловой энергии во внешней сети и гидротехнических сооружений. Работы по строительству и установке станции проходят в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере развития электроэнергетики на территории региона, который подписали губернатор Роман Копин и генеральный директор корпорации «Росатом» Сергей Кириенко в ходе Первого Восточного экономического форума, проходившего в начале сентября во Владивостоке. Администрация Ненецкого автономного округа и компания «Лукойл» подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому на социально-экономическое развитие региона компания дополнительно перечислит более 90 миллионов рублей. Документ является дополнением к соглашению о сотрудничестве, подписанном сторонами в ноябре прошлого года. Кроме того, «Лукойл» безвозмездно передаст в собственность округа имущественный комплекс и профинансирует строительство и содержание зимника на Ринмар-Усинск. Имущественный комплекс, находящийся в поселке Искателей, состоит из административного корпуса и общежития. Помимо передачи комплекса, «Лукойл» дополнительным соглашением подтвердил намерение продолжать поддерживать спортивные, культурные и образовательные мероприятия, проходящие в округе. Арктика привлечет десятки тысяч специалистов для работы на проектах и предприятиях Крайнего Севера. Такое мнение высказали эксперты в ходе форума «Арктика. Настоящее и будущее». Президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера Игорь Шпектор заявил о значительном увеличении среднего возраста населения северных регионов. Сегодня он составляет почти 40 лет. По мнению Шпектора, люди, которые отработали полный северный срок, нуждаются в переселении с севера, а на их место должны прийти молодые сотрудники. Он отметил, руководство регионов должно выработать программу потребности в кадрах на ближайшие 10 лет. По словам главы Норильска Олега Курилова, только в этот город необходимо привлечь до 10 тысяч специалистов к 2020 году. Среди них около 3 тысяч сотрудников, необходимых для работы на предприятиях города, и 7 тысяч специалистов, которые будут востребованы в ближайшие 4 года на проектах компании-инвестора, получившей лицензию на разработку южной части медно-никелевого месторождения Норильск-1. В целом, по арктической зоне ежегодная дополнительная потребность в кадрах со средним профессиональным образованием составляет около 25 тысяч человек. В Смольном институте состояло совместное заседание руководства Республики Саха, Якутия и Санкт-Петербурга, где стороны обсуждали перспективные направления сотрудничества. Итогом встречи стало подписание плана совместных мероприятий на 2016-2018 годы к действующему соглашению о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве от 2012 года. Глава Якутии Егор Борисов заявил, что развитие сотрудничества с Санкт-Петербургом приобретает особую важность в контексте комплексных научных исследований Якутии, развития Арктики, возрождения Северного морского пути. В свою очередь губернатор северной столицы Георгий Полтавченко выразил заинтересованность в участии якутских предприятий в работе кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге, организации поставок продовольственных товаров из республики на городской рынок. Кроме того, в числе приоритетных сфер сотрудничества стороны обозначили подготовку высококвалифицированных кадров. Жителю села Урицкое Олегминского района Якутии Василию Семенову исполнилось 100 лет. Глава республики Егор Борисов подписал указ о награждении Василия Семенова почетным знаком долгожителя Якутии. К почетному знаку прилагается вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. Василий Семенов всю жизнь работал в колхозах и совхозах. Его общий трудовой стаж составляет более 50 лет. Награжден медалями «Ветеран труда» и «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». С супругой Валентиной долгожитель вместе уже 57 лет. Они имеют 9 детей, 22 внука и 21 правнука. Почетным знаком награждаются лица, достигшие возраст роста и более лет, постоянно проживающие на территории республики Саха-Якутия. В 2015 году свой вековой юбилей уже отметили 5 жителей республики. Ямало-Ненецкий автономный округ возглавил рейтинг доступности ипотеки в регионах России. По данным специалистов РИА-рейтинг, 49,3% жителей региона могут без заметного ущерба для семейного бюджета приобрести типовую двухкомнатную квартиру. Второе место в рейтинге с показателем 37,3% занимает Ханты-Мансийский автономный округ. Эксперты отмечают, что лидерство Ямала и Югры обусловлено высокими доходами, а Магаданская область, Камчатский край и Мурманская область, занявшие места с 3 по 5, вошли в пятерку лидеров благодаря невысокой стоимости жилья. Аутсайдерами рейтинга стали республики Северного Кавказа, замыкает список Дагестан, где ипотека доступна лишь 5% семей. Эксперты агентства отмечают, что доступность жилья по ипотеке для российских семей пока в среднем остается не очень высокой, несмотря на повсеместное развитие этого механизма. В Салихарде прошел 25-й съезд Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Ямала-Ненецкого автономного округа «Ямал-Потомках». В рамках съезда был выбран новый президент организации. В заседании приняли участие более 100 человек, включая 29 делегатов Ассоциации, представляющих муниципалитеты округа. По результатам голосования 36 делегатов выразили поддержку депутату Законодательного собрания Ямала от Тазовского и Ямальского районов Эдуарду Яунгаду. Новый президент – выпускник юридического факультета Российского университета дружбы народов. В апреле 2011 года назначена должность первого заместителя директора Департамента по делам коренных малочисленных народов Севера Ямала. С сентября 2015 года Эдуард Яунгад – депутат Заксобрания округа. Напомним, основная задача Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Ямала – Ямал потомкам – защита прав и законных интересов, содействие решению проблем социально-экономического и культурного развития коренных малочисленных народов Севера Ямала. В Салихарде показали 3D-модель острова Белый, составленную специалистами из Санкт-Петербурга. Модель создали с помощью беспилотников, которые провели аэрофотосъемку острова с высоты птичьего полета. Пока снимками охвачена четвертая часть территории. Для этого понадобилось сделать около 40 тысяч фотографий очень высокого качества. Для поиска оставшихся загрязнений сделали основу – большую сетку, которая как бы наброшена на большую часть острова, подвергнутого в советский период технократическому воздействию. Результаты работы имеют колоссальное значение для экологов, мерзлотоведов, биологов и других ученых. Летающий робот, оснащенный камерой, смог провести градацию всей растительности на острове и дал возможность специалистам в режиме реального времени наблюдать, что происходит за несколько километров с точностью до сантиметра. Из доклада Национального управления океанических и атмосферных исследований США стало известно, что за последние 115 лет температура воздуха в Арктике поднялась до рекордно высоких показателей. Организация ведет наблюдение с 1900 года. Также из доклада следует, что общая максимальная площадь ледяного покрова оказалась наименьшей с 1979 года. Это привело к уничтожению среды обитания моржей и смещению некоторых рыб на север. По словам специалиста Рика Спинрода, потепление в регионе происходит быстрее, чем где-либо еще в мире. Между тем, согласно прогнозам ученых, примерно 195 из 200 видов животных в Арктике ожидает гибель из-за климатических изменений, которые могут быть вызваны глобальным потеплением. Самыми уязвимыми окажутся млекопитающие. Под особым ударом, считают ученые, могут находиться популяции норки, андатры, белолобого гуся и американского тундрового лебедя. Отметим, что площадь льда в Арктике за 35 лет сократилась в два раза. В Эрмитажном центре Санкт-Петербурга Национальный театр танца Якутии в рамках 4-го международного культурного форума представил премьеру этнобалета «Кулустай Берген». Спектакль посвящен 115-летию со дня рождения выдающегося якутского драматурга, основоположника якутского сценического танца Сергея Зверева Кыыл Уола. В основу действия этнического спектакля положена одна из пм якутского эпоса «Алонха» о богатыре. В балете представлен и старинный свадебный обряд, и национальный праздник «Исыах», и древние якутские детские игры. Этнобалет создан в сотрудничестве с питерским композитором, профессором Академии русского балета имени Вагановой Игорем Воробьевым. Кроме того, в университете имени Герцена состоялось торжественное открытие выставки «Певец земли Алонха», посвященной 115-летию со дня рождения Сергея Зверева. В Ханты-Мансийске, Музее природы и человека, откроется выставка «Мир глазами мамонтенка». Центральное место экспозиции займет ямальский детеныш мамонта Люба. Ее соседями по экспозиции будут уникальные находки, сделанные на территории Ханты-Мансийского автономного округа, кости мамонтов и других животных, обитавших 15-20 тысяч лет назад, а также каменные орудия, созданные руками людей, современников мамонтов. Ярким дополнением выставки станет выпущенный в 2009 году каналом National Geographic научно-популярный фильм «Мамонтенок», застывший во времени. Зрители смогут увидеть живую Любу, а также узнают обстоятельства находки жизни и смерти ископаемого животного. Для детей будет организована интерактивная зона с различными играми и заданиями, направленными на знакомство с обитателями ледникового периода. Выставка «Мир глазами мамонтенка» продлится до 31 января.